Братья и сестры, мир вам! Сегодня мы снова пришли в Дом Божий, чтобы помолиться, услышать Слово Божие, увидеть друг друга и услышать всякое слово, которое будет сказано через льда проповедников, через пение, которое мы будем петь об Иисусе, о нашем отношении к Нему. Поэтому давайте помолимся и будем прославлять Господа после молитвы номер 9. Весь об Иисусе скажи мне. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты хранил нас в Твоих руках на этой неделе. В этот вечер снова позволил нам увидеться друг с другом и осознавать Твое присутствие здесь. Мы просим Тебя, благослови наши сердца, наши души, благослови проповедь Слова Твоего, исполни Духом Святым каждого, кто будет говорить, кто будет петь. Ты знаешь и наши нужды физические, духовные, моральные. Просим Тебя за брата Мишу, Юрик, благослови и укрепи, пошли милость Твоего и укрепление, и выздоровление. Подаем Твои руки и каждого больного, кто нуждается в Твоей помощи, поддержи и благослови. Благослови дальше нашу жизнь и прославить Тебя сегодня и во веки Бога нашего Отца, Сына Духа Святого. Аминь. Итак, давайте споем. Весь об Иисусе скажи мне. Все, расскажи про Него. Сегодня Лариса будет вести, еще кто имеет, кто у нас еще. Весь об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть, плагая, сердцу дороже всего. Ангела, пись, повтори мне, пись о Его Рождестве. Богу, хваленье, на небе, мир и любовь на земле. Весь об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть, плагая, сердцу дороже всего. Как Он в пустыне постился, как искушален там был. Как претерпел, расскажи мне, и как за нас победил. Как Он без трава скитался, всем помогал в их нужде. Как Он на тьме был отвержен, бедность тяжелых труде. Весь об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть, плагая, сердцу дороже всего. Как о кресту пригвозили, как на кресте умеря. В гроб, как Его положили, и как из гроба восстал. Чудную повесть скажи мне, как Он людей возлюбил. Слава воды к Иисусу, Он и мой грех и ступил. Весь об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть, плагая, сердцу дороже всего. Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы сегодня пришли в Дом Божий, чтобы помолиться. Это одна из наших задач или одна из причин, почему мы сегодня пришли, чтобы помолиться. Чтобы нам быть в общении, чтобы нам стать в проломе друг за друга. Чтобы нам вознести наши молитвы за тех, кого мы знаем. Кто находится на одере болезни. За тех, кто духовно охладел, кто упал. И вы знаете, это очень важно. И мы, как дети Божьи, должны иметь такие чувствования, должны переживать, должны вмещать, любить и разделять все то, что каждый проносит или проходит поприще каждой свое. И мы сегодня будем молиться, будем говорить с вами, рассуждать о Слове Божьем. И мы продолжаем по средам говорить о чудесах нашего Господа Иисуса Христа, которые Он совершал, будучи здесь на земле. И вы знаете, мы рассуждаем о чудесах не только о тех, которые Он совершал, когда Он был здесь на земле. Я думаю, что сегодня, когда мы будем рассуждать, будем говорить о Его великой любви и милости, о всех чудесах, которые Он совершил, мы каждый вспомним или подумаем, что Господь совершил в моей жизни, в твоей жизни. И мы сегодня будем молиться, будем благодарить Господа, что мы дети Его, и мы имеем такое общение с Ним. Я буду читать Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 стиха по 17. В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом в начальной синагоге, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те дни и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от веслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от вуз в день субботний?» И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Вот такой текст мы с вами прочитали, дорогие братья и сестры. И, конечно, из этого текста мы видим, что Иисус Христос был в синагоге. Он часто посещал, или его часто приглашали. Тогда было такое право у начальника синагоги, он иногда приглашал говорить слово или просто прочитать свиток Священного Писания. И вот, как по обычаю или по обыкновению, Иисус Христос пришел в синагогу, чтобы помолиться. И когда мы, глядя на Него, рассуждаем, то мы берем хороший пример, потому что это добрый пример, Иисус говорит, и для меня, и для тебя, чтобы мы не оставляли дома молитвы, чтобы мы приходили для того, чтобы слушать слово, чтобы молиться. И вот, когда Он находился там, в доме молитвы, в храме, в синагоге, сказано, что там была женщина, которая в 18 лет страдала вот этим недугом. И вот интересно, что эта женщина, подобно как Иисус Христос, она приходила по обыкновению в дом Божий, то есть в синагогу приходила. Несмотря на то, что она была в таком состоянии, но она приходила в дом Божий. И это тоже говорит нам о том, чтобы мы с вами посещали дом Божий, потому что, когда мы вместе, когда мы склоняем свои колени, мы получаем вдохновение, мы получаем силу, мы молимся друг за друга. И вот эта женщина, она пришла в храм, которая в 18 лет страдала вот этим недугом. Она была, ну, сгорбленная, скрюченная. Сатана ее сковал вот в течение 18 лет. И вот интересно, когда я рассуждал, вот сравнивал вот эту женщину и с другими моментами в жизни, вот, которые описаны в Евангелие. И я находил, что многие, будучи в таком состоянии, взывали, искали освобождение, исцеление. Но эта женщина, мы видим, что она не искала. И она не просила Господа, чтобы исцелиться. Она в таком состоянии, она приходила. И вы знаете, я вот здесь, вот уже 20 лет, как я здесь в Америке, и я очень мало вижу людей вот таких сгорбленных, горбатеньких, вот старушек, старичков. Но я вспоминаю, когда я был еще в детстве, еще маленьким был, я помню, что наши старушки, они были очень сгорбленные. И я вспоминаю, вот приходил к бабушке, она такая низко наклоненная к земле. Ей тяжело было посмотреть, кто с ней разговаривает, увидеть лицо мое. И это действительно состояние, которое очень утомляет, удручает человека. Если посмотреть, что такое состояние бывает и в духовном отношении, когда сатана сковывает нас, и мы не поднимаем лица своего. Мы ходим и смотрим, все земном размышляем, все о плотском заботимся, и редко поднимаем голову к небу, потому что мы осуетились, озабочены. И вот эта женщина, которая страдала 18 лет, она приходила все-таки в Дом Божий. И это отрадно, что она приходила, и однажды вот в ее жизни, ну, такой случай удался, что она пришла в Дом Божий, а там был Иисус, который мог дать ей исцеление. Хотя она об этом не просила, но она была в присутствии Божьем. И сказано, что когда Иисус говорил слово, Он увидел эту женщину и подозвал ее. И когда она подошла, Он сказал, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!» И возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Вот произошел тот момент, о котором она даже и не подозревала. Я вспоминаю Евангелие от Матфея, восьмой главе. Вот такой случай был, когда прокаженный человек, он тоже не особо искал и не просил, хотя он был прокаженный, но когда он увидел Иисуса Христа, он сказал, «Господи, если Ты хочешь, то исцели меня, Ты можешь исцелить меня». Иисус, глядя на него, говорит, «Хочу очистить». И он в тот же час стал здоровым. Были случаи, когда, вот как Затхей, вы помните, он искал Господа, и эта встреча произошла с ним, и он получил это освобождение, он получил прощение грехов и стал Детем Божьим. И вот эта женщина, мы не знаем о ней, буквально Священное Писание не говорит, подробности, даже ее имя не упоминается. Здесь говорится, что была женщина, которая вот страдала, и после того, как Господь ее исцелил, Он называет ее Дочь Авраама. То есть она стала Детем Божьим. Я вспоминаю, когда такая встреча произошла у апостола Павла с нашим Господом Иисусом Христом, когда он вот по ревности своей он думал, что он совершает дело Божье, и вот он шел в очередной раз для того, чтобы совершать вот то дело, вот гнал церковь, чтобы направился в Дамаск. И вот однажды Господь повстречался с ним и просветил его сердце, и остановил его, и сказано, что когда Господь обратился к Павлу, Савлу, будучи Савл, он говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? И он сказал, кто ты, Господи, что повлишь мне делать? Вот эта встреча произошла, и апостол Павел абсолютно стал новым человеком. Он абсолютно изменил, переменил свою жизнь. И вот эта женщина, которой мы с вами рассуждаем, которая страдала вот уже на протяжении 18 лет, она получила это исцеление. Вы знаете, душевная боль, она подобна физической боли. И вот когда человек болеет, то у него что-то болит внутри, и происходит сигнал, и дает человеку об этом знать, что что-то в человеке внутри, что-то не в порядке. Душа у человека подобна плоти, она тоже болит. И зачастую люди ищут не там причину, не находят ответа, почему это у них происходит. И порой бывает сатана их сковывает и порабощает какие-то, увлекает какие-то греховные наклонности. И люди живут в таком состоянии. И вы знаете, Господь пришел для того, чтобы дать человеку освобождение, избавить его как от душевного, как от духовного недуга, дать свободу, так и от физического. И Слово Божие говорит, кто болен, призывайте пресвятеров. И пресвятера совершат молитву с помазанием Илея, и человек будет освобожден от этого недуга. Но, как я уже говорю, что бывают и духовные такие немощи, потому что Господь сказал, Иисус Христос сказал об этой женщине, что сию дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли ее спасти? И вы знаете, когда Иисус Христос подозвал, исцелил, и когда начальник синагоги вознегодовал, он стал высказывать, что есть же шесть дней, почему это исцеление происходит в субботу. Он как бы выразил вот такое негодование. И я думаю, что люди, наверное, тоже рассуждали и смотрели, что Господь сделал все-таки это чудо, исцелил эту женщину, и вместе с тем он как бы нарушил этот закон. Может быть, как-то в мыслях обращались к этой женщине и говорили, неужели она не могла вот другой день прийти. Ну, вот интересно, это любовь Божья. Господь не хочет, чтобы мы оставались в таком состоянии ни одного дня, ни одной минуты. Поэтому Иисус Христос всегда приходит на помощь. И вот Господь не дал этой женщине, чтобы она еще до завтрашнего дня находилась в таком состоянии. Он исцеляет ее. Вы знаете, есть любовь Божья, которую нельзя объять, нельзя ее описать, но, к сожалению, люди мало ее получают, потому что через грехопадение люди потеряли отношения, контакт с Богом. Поэтому мы сегодня находимся в между нами стоит сатана, и он разрушает, то есть он порабощает людей и улавливает их в свои сети. Вы знаете, кто был в Аризоне, видел вот это сооружение Хуверден, это плотина, которая построена на реке Колорадо. И однажды человек, глядя на эту плотину, он себе мысленно представил или сравнил любовь Божья, насколько она необъемлема, насколько она велика, и какую маленькую часть этой любви получает человек. Вот это уровень воды верхней, и вот тот маленький ручеек, который вытекает, это то, что получает человек из любви Божьей. И между ними стоит дамба, то есть это стоит враг души человеческой, который разрушает, который не допускает человека, который связывает людей, и сегодня многие обремененные вот этим духом немощи, порабощенные, поэтому только в Иисусе Христе каждый может получить освобождение. Мы с вами блаженны тем, что мы познали Господа, что мы находимся под защитой его, но бывает, когда мы и болеем физически, но мы знаем, что это не духовная болезнь, но есть, как я уже сказал, духовная болезнь. И вот рассуждая об этом случае, мы видим, что начальник синагоги вознегодовал, то есть он поставил закон выше благодати, выше милосердия, и выше любви, то, о чем Иисус Христос осудил. Но интересно, что в состоянии народа люди шли толпой за Господом, и каждый приходил со своей нуждой для того, чтобы получить исцеление, и ожидали от Иисуса Христа, что он это сделает. И вот когда Христос обличал, говорил начальнику синагоги, вот сказано, что люди слушали, радовались, а те, которые противились Слову Божию, они стыдились. Я думаю, слава Богу, что хотя бы стыд был, что Слово обличало, и дал бы Господь, чтобы мы с вами радовались о делах Божьих, чтобы мы всегда благодарили за все чудеса, которые он совершает в нашей жизни, потому что нам есть за что благодарить нашего Господа. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы, размышляя об этой женщине, чтобы мы благодарили Господа, что он приходит на помощь, не желая, чтобы мы страдали ни одного дня. Если на то воля Божия есть, то он приходит в тот же час, в ту же минуту. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы всегда молились и всегда благодарили Господа. Будем молиться и благодарить Господа за этот час молитвы. Станем будем молиться. Ему за все слава. Аминь. Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Садитесь, пожалуйста, то у нас есть желающие спеть или рассказать, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Всем скажите, каждый дом стучите, что Отец Небесный в примесях любят. Всем скажите, каждый дом стучите, что Отец Небесный в примесях любят. Ох, ты готов лежать для меня и тебя, и призывай нас, чтоб попасть туда. Всем скажите, каждый дом стучите, что Отец Небесный в примесях любят. Всем скажите, каждый дом стучите, что Отец Небесный в примесях любят. Приветствую вас, с любовью Господа Иисуса Христа, дорогая Церковь. Мы продолжаем говорить о чудесах Иисуса, еще несколько служений и будем говорить об исцелениях Иисуса. Как всегда, мы задаем себе вопрос, что мы можем узнать об Иисусе, что больше мы можем узнать об Иисусе из Его отношений с людьми. Когда мы смотрим на чудеса Иисуса, когда мы читаем о чудесах Иисуса, мы видим великую силу Его. Мы видим то, что Он так много может делать. Мы видим то, что в этом проявляется Божья сила через Его чудеса великие. Но мы не только обращаем внимание на Его величие, мы не только обращаем внимание на Его силу, мы смотрим на то, как Он обращается с людьми, как Он из этих отношений с людьми, как Он подходит к людям, как Он заботится о людях, как Он проявляет свою любовь, свою заботу, свою доброту и сострадание. Мы видели уже много примеров этому. Мы еще, наверное, два служения в среду будем говорить об исцелениях, а после этого перейдем, будем говорить о воскресениях Иисуса или воскрешениях Иисуса, когда Иисус воскрешал других людей. И в конце еще поговорим о том, как Иисус освобождал от духовной зависимости. Мы будем говорить о том, что Иисус бесноватых освобождал, давал им свободу, когда Он вот эти вот сатанинские оковы очень сильные, как Он их освобождал из этой очень темной такой зависимости. Но сегодня мы продолжаем говорить о сострадании и внимании Иисуса к людям через исцеление. Мы уже были свидетелями многих исцелений Иисуса. Мы видели, какие разные болезни Он исцелял. Мы видели даже просто перечень того, что есть в Евангелии. Я уверен, что не все даже болезни перечислены, не все те чудеса, которые Иисус сделал, даже перечислены. Но даже то, что у нас есть, мы видим, как много разных болезней Иисус исцелял. Мы видим то, что Иисус исцелял по-разному. То есть это не постоянно был один и тот же метод. Кому-то Он прикасался, кому-то говорил Слово, кого-то Он исцелял на расстоянии. То есть по-разному Иисус Христос исцеляет. Это не то, что один и тот же метод. Это не то, что Он просто какой-то, знаете, знахарь или еще кто-то, который, может быть, пользуется постоянно каким-то одним снадобием, и у него одно лекарство от всех болезней. Но Иисус по-разному, разными методами исцеляет, или по-разному подходит к людям. И мы видели из этого, что у Него есть реальная сила исцелить любую болезнь. Мы видели тоже, что Он исцелял людей из рамок разных сословий. Людей, у которых, как мы говорим по-английски, разный background. То есть это самые разные люди разных сословий. То есть бедные и богатые, служащие при царе и те, кто просил милостыню. Мы также видели то, что из разных этнических групп, и из детей Израиля Он исцелял, и также из язычников Он исцелял. Мы видим то, что самых разных людей Иисус исцеляет. Также экономическое положение, экономическое состояние Иисуса исцеляет самых разных людей. Я сегодня хочу предложить один такой, на первый взгляд, очень незаметный эпизод из жизни Иисуса. Как-то так, евангелист как будто бы невзначай отмечает этот случай. Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, посмотрели, что это говорит об Иисусе. Итак, Евангелие от Матфея, 19 глава, 1-2 стиха. «Когда Иисус окончил слова Сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и Он исцелил их там». Вот так, вот необычно вроде бы, да? Мы раньше читали истории, когда Иисус конкретно, вот, ну, женщина, например, страдала 12 лет кровотечением, подошла к Иисусу, там целая история о ней, очень многое, что можно увидеть. Здесь вроде бы, на первый взгляд, очень мало информации. Просто много людей, и Иисус их исцеляет. Я хочу обратить внимание на контекст немножко, то есть, как Иисус, как вот евангелист Матфей помещает эти слова в своем повествовании или в своем Евангелии. Посмотрите, если мы посмотрим на события, которые идут прямо перед этой главой, мы видим то, что, ну, можно начать даже несколько глав назад, мы можем пройти назад и просто вспомнить, что в 16 главе Евангелия от Матфея Петр совершает исповедание Иисуса Христа Господа. Если вы помните, Иисус спрашивает своих учеников, за кого почитают меня люди. Он был тогда в Кесарии Филипповой, и он спрашивает, за кого почитают меня люди. Они отвечают ему, одни за того, другие за того. Он потом спрашивает, а вы за кого почитаете меня? И Петр отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус отвечает Петру, что это у него не просто, как бы, его такая проницательность, это не просто Петр сам по себе настолько вот такой внимательный и мудрый человек и заметил это все. Он говорит, что это Отец Мой открыл тебе. И дальше, сразу же за этим, что делает Иисус, это очень важно. И Иисус говорит о своих, Иисус предсказывает свои страдания и смерть. Он говорит, что Он пришел именно для этого. Интересно, что сразу после этого, после этой 16 главы начинается 17 глава, и там говорится о преображении. Преображение. Вы помните эту историю, когда Иисус находился на горе и преобразился. И явилось два мужа, которые беседовали с Ним. И вот там ученики находились, видели это событие. И интересно, что когда это событие заканчивается, сразу же после этого события Иисус опять говорит о своих страданиях, о своей грядущей смерти, то есть опять предсказывает свою смерть. Вот посмотрите, такое событие, когда ученики немножко увидели славу Господа, оно обрамлено и с начала, и с конца, оно как будто бы находится вот посреди предсказания Иисуса Христа о смерти и о страданиях. Дальше, 18 глава, Иисус говорит, начинается она с того, что Иисус говорит, ну, когда ученики начали спрашивать, кто больше, я не знаю почему, вот иногда нас интересуют разные вопросы из Библии, да, разные вопросы духовного такого характера, и почему-то учеников заинтересовало вопрос, в Царстве Небесном кто будет больше? Ну, и Иисус, вы помните, призывает дитя, поставил и говорит, вот если не умолитесь, как это дитя, или вот он говорит о том, что если не обратитесь, не будете как дети, то не войдете, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. То есть он не отвечает на ответ, кто из этих людей, может быть, они хотели сказать, Иисус, вот нас 12, ну, вот тот, может быть, не такой активный, а вот тот, вот более активный, а тот еще, вот тот, может быть, заслужил больше твоего расположения, может быть, вот ему нужно быть в Царстве Небесном больше. Иисус не отвечает на этот вопрос. Он просто ставит дитя и говорит, вы должны быть как дети, вы должны умолиться друг перед другом и не искать того, чтобы главенствовать друг над другом или первенствовать друг по отношению к другу. И потом, интересно, что после этого урока смирения, интересно, что Иисус говорит о прощении. Он говорит о прощении, он учит, что ученики должны прощать друг друга. Помните, там, например, вопрос Петра, сколько раз прощать брату моему? И он уже думал, что он, ну, он такое геройское, такое, ну, знаете, раввины говорили, что три раза надо прощать. Потому что если уже больше трех раз ты прощаешь, то уже кто-то может воспользоваться твоей добротой. То есть три раза, если простил, это уже хорошо. Может быть, действительно, это чисто по-человечески уже хорошо, потому что, может быть, некоторые из нас и одного раза простить не могут. Поэтому три будет для нас уже хорошо. А Петр и чего дальше пошел? И он говорит, семь раз? Ну и, наверное, уже, может быть, сидел, поглаживал бороду, думал, вот, насколько он хороший, такой вот полной благодати и прощения. Христос говорит, говорю тебе не семь раз, а семьдесят раз по семь. Опять же, я думаю, что Иисус не имеет в виду, что вот если уже 491 раз тебе надо простить, ты уже должен сказать, все, нет, закончилось. И Иисус хочет этим сказать, что прощать нужно всегда, нужно искать возможности. И дальше Он приходит и говорит вот эту, и дальше Он говорит вот по этой теме вот эту притчу, это учение, что Царство Небесное подобно Царю, и вот этот человек, который должен был громадный долг Царю, который на самом деле и в то время, и сегодня, если пересчитать на наши деньги, это будет просто колоссально, это некоторые страны не имеют такого прихода, как вот здесь говорится о долге. И вот этот человек, этому Царю был должен такой долг, и Царь прощает, и потом этот человек, вы помните, он идет ищет своего должника, который должен был ему всего лишь 100 динариев, 100 дней работы. И вот он его начинает душить, пока не отдашь долго. И Христос призывает к прощению. Вот посмотрите, вот это, и вот эта глава начинается 19, потом, вот что, когда Иисус окончил Словасии, то есть подытоживать, что Иисус, вот эти слова, 18 глава, то, что Иисус говорит в 18 главе, это происходит в Галилее. И Иисус оканчивает свое служение в Галилее, и Он начинает, Он двигается в сторону Иерусалима, Он начинает движение, Он начинает путь в сторону Иерусалима. Почему? Впереди крест, впереди Голгофа, и Он отправляется в Иерусалим, Он знает время, Он понимает, что пришло Ему время, и нужно двигаться в сторону Иерусалима. И так Он начинает двигаться, вот Он оставляет пределы Галилейские, и приходит в Иудею, приходит через за Иорданскую сторону, не просто через Самарию, а вот так вот по Иорданской стороне, по территории современной Иордании, за Ним последовало много людей, Он исцелил их там. Посмотрите дальше, если мы посмотрим, в этой 19 главе приходят фарисеи, спрашивают о разводе, Он говорит о том, каким по-настоящему должен быть брак, Он говорит и учит об этом. Ну и потом уже 20 глава говорит о том, что Он отправляется в Иерусалим, и там находится еще одно предсказание о смерти. В 20 главе Иисус еще раз предсказывает о своей смерти и страданиях. Мы видим в этих текстах то, что Иисус готовится к Голгофе. Он не только учит, Он не только говорит другим о смирении, но Он Сам, как смиренный служитель, как слуга, не как Господин, кем Он по праву является, но как слуга, Он смиренно исполняет стоящую перед Ним задачу о искуплении людей от грехов. Он начинает физическое шествие к Иерусалиму, и вот скоро Он войдет в Иерусалим, сидя на осле, смиренно и скромно. И вот несмотря на величие преображения и то, что происходило в преображении, Иисус очень конкретно и четко говорит и до начала преображения, и после преображения о своей цели умереть в страданиях за людей, и потом Он это подтверждает. Итак, Иисус начинает здесь последний путь к Иерусалиму. 19 глава начинается путь к Иерусалиму, который приведет к Голгофе. Подводится итог тому, что сказано и сделано в 18 главе, Иисус направляется к Иерусалиму. И у меня вопрос, было ли легко Иисусу думать о предстоящем распятии? Интересно, как Он шел к Иерусалиму? Как безвольная жертва? Как, знаете, человек, который ничего не может сделать, и уже выхода нет, и он просто как будто бы пойман, и его чуть ли не ведут? Так Он шел на страдания, на Голгофу? Шел ли Он, как удалой лихач, который делает вид, что ничего не боится и совсем не переживает? ни о чем. Как Он направлялся к Голгофе? Как Он направлялся в Иерусалим? Шел ли Он очень медленно, специально замедляя шаги, или Он шел в припрыжку? Как Он шел в Голгофе со страхом или смелостью, с молитвой о тех, за кого умрет, или пытаясь забыться в окружении своих учеников и друзей? Итак, до этого Иисус очень много потрудился в Галилее. Если мы читаем внимательно Евангелие, мы замечаем одну вещь, что большинство служений Иисус совершает именно в Галилее. Более того, мы знаем, что Иисус, несмотря на то, что Иисус, в принципе, вырос в Галилее. Он из Назарета. Назарет находился в Галилее, хотя сам Иисус не трудился большую часть в Назарете. В Назарете мы читаем Евангелие от Луки, 4 глава, что Его не принимают. Более того, хотели даже сбросить с обрыва. Иисуса не принимают в Назарете. Он поселяется в Капернауме. Об этом тоже говорят в Евангелии. Это было как будто бы Его штаб-квартира своего рода, где большую часть служения Он проводил именно в Капернауме. Он там учил, Он туда приходил, оттуда отправлялся на другие, может быть, походы или, ну, по-современному, можем сказать, экспедицию, да, вот как бы из Капернаума, в Ифсаиду, из Капернаума, в Иудею, из Капернаума, еще куда-то. То есть Иисус там жил, Иисус там нес служение, Иисус там очень много находился. Именно в Галилее большая часть служения Иисуса находится. Он трудился в Галилее, Он хотел избежать преждевременной огласки. И помните, когда Евангелие от Иоанна говорит, что хотели прийти, Его нечаянно взять и сделать царем. И Иисус не хотел этого. Он удалялся от таких возможностей, потому что Он не для этого пришел. Он не хотел этого. Он избегал огласки, Он избегал помех своему служению, а сейчас Он знает, что пришло время. И Ему нужно идти к Иерусалиму. И вот сейчас я хочу обратить внимание, что несмотря на эту важную задачу, цель того, что пришел сделать Иисус, именно должна быть исполнена на Голгофе. Цель служения Иисуса Христа это искупление людей. Это Голгоф, это страдание, это смерть за грехи людей. Иисус именно для этого пришел. Вот Он направляется исполнить свою миссию, свое задание. Вот посмотрите, несмотря на важность этой цели, несмотря на то, что Он отправляется в Иерусалим, Он замечает при этом нужды людей. Он дает людям то, что они просят. Описано, что за Ним последовало много людей, и Он исцелил их там. Это чудо о неизвестных людях и о неизвестных болезнях в Иудее. И это показывает внимание и сострадание Иисуса к людям. Какие там были болезни? Какие там были люди? Сколько было людей? Как Он их исцелял? Была ли это очередь? Он где-то находился, может быть, в одном месте, или Он ходил от одного к другому? Было ли это в одном месте, или вот на протяжении пути из одного села в другой, Он переходит из одного города в другой, Он переходит в Иудей, и люди сразу же, услышав, что Он идет, выходят к Нему, встречают Его? Мы не знаем. Мы не знаем. Но я представляю себе это зрелище. Я представляю себе, насколько здорово это было, когда слепые получали возможность видеть, когда хромые начинали приплясывать, потому что получили исцеление, когда тот, кто не мог слышать, слышал первые слова, когда тот, кто, может быть, расслабленный, был парализованный, начинал ходить, начинал двигаться, начинал носить что-то. Иисус исцелил их там. А скольких Он коснулся духовно? Мы говорим, и здесь написано, и, скорее всего, речь идет именно о физических болезнях. А скольких Он коснулся духовно на этом пути? Кому-то, может быть, сказал слово, которое заставило задуматься, другому задал вопрос какой-то. Еще кого-то, может быть, обличил. Он иногда обличал. Он фарисеев обличал. Он показывал, что они неправы во многих вещах, потому что они, в свою очередь, Его тоже обличали. Итак, Иисус совершает здесь исцеление. Но я хочу сказать, что, посмотрите, Иисус не просто делает вид, что заботится о людях, Он по-настоящему переживает о людях, и Он по-настоящему хочет им добра. Встречаются шарлатаны в жизни, которые делают вид, что хотят помочь. Есть очень много разных людей, которые то там, то там организовывают какие-то компании по исцелению, по еще каким-то вещам. Делают хорошую рекламу только для того, чтобы каким-то образом что-то финансово получить от людей, которые согласны последние монеты отдать за то, чтобы быть здоровым. Иисус по-настоящему переживает о людях, и Он хочет им добра. И даже идя на этот, знаете, такой вот свой важный путь, даже отправляясь в этот путь, который вот 30 лет, или даже больше 30 лет подготовки к этому пути, начиная с Его рождения, то, что было запланировано еще до сотворения мира, вот сейчас Иисус отправляется это делать, и несмотря на это, Иисус прерывает свой путь, тратит силы, энергию на то, чтобы исцелять больных. Он мог бы просто удалиться от людей, Он мог бы просто фокусироваться на том, чтобы подготовиться к Голгофе, Он мог бы просто уйти в пустыню, и, знаете, молитве в посте готовиться к этому, отойдя от всех людей. Но даже в эти моменты, близкие к последним дням Иисуса на земле, Иисус не о себе заботится, но о людях. Знаете, сегодня есть очень много хороших докторов, которые много помогают людям, много знают, но так немного тех, которые больше думают о больных, чем о себе. Работа доктора нелегка. По-настоящему это не так-то просто. Очень много стрессов, это много переживаний, это много волнений, потому что нужно, даже зная все, каждого человека, организм, это другой организм, по-другому реагирует. Но доктора сегодня неплохо зарабатывают, хотя нелегкая эта работа. Может быть, кто-то идет, чтобы стать доктором, с целью того, чтобы получать хорошо, хорошую зарплату иметь. Молодежь, дети, все присутствующие, если кто-то когда-то думает, что можно стать доктором только из-за зарплаты, измените себе профессию. Это очень благородный труд, и быть доктором – это хорошо, и Иисус был доктором, и Иисус – врач. Но работа доктора даже сегодня должна включать большую часть служения людям, чем желание хорошо зарабатывать. Поэтому, если вы не готовы служить людям, то не надо идти на доктора. Есть другие возможности работы. Итак, Иисус, посмотрите, Иисус заботится о людях, Иисус проявляет внимание, за Ним последовало много людей, Он исцелил их там. Чуть дальше мы читаем, чуть дальше в этой же главе, после того, как Иисус говорил с фарисеями о разводе, как Он объясняет позицию Божью, как Он объясняет, что такое брак и так далее. Мы читаем о том, что Иисусова служение прерывается еще один раз. То есть, если Он идет в Иерусалим, и как бы больные, где-то, может быть, криками, где-то, может быть, попытками привлечь Иисуса внимание, они прерывают Его шествие и как-то просят, чтобы Он остановился, и помог им. Опять же, в этой же главе мы видим, что служение Иисуса опять прерывается, Его учения, Его беседы прерываются кем? Детьми прерываются. Или родителями, возможно, которые приносили детей к Иисусу, чтобы Он благословил их. И вы помните реакцию учеников? Ученики очень счастливы были, правда? Что приносили к Иисусу детей для благословения. Иисус сказал, пустите детей приходить ко Мне. То есть, посмотрите, опять же, в этом характере Иисуса. В этом характере Иисуса, несмотря на и то, что Он общался с очень важными богословами того времени, разбирал очень важный вопрос развода и брака, что, разве это маловажный вопрос? Разве нам не хотелось бы еще, хотя бы, чтобы главы 2 было в Евангелии написано на эту тему? Но Иисус, посмотрите, Иисус прерывается и обращает внимание на детей. И вот в этом характер нашего Господа, в этом характер нашего Иисуса. Он обращает внимание не только на свою миссию в общем, но обращает внимание на конкретного человека. И в этом нам, как Церкви и мне, впрочем, каждому служителю, каждому из нас нужно учиться, чтобы мы обращали не только внимание на Церковь и на благо Церкви, но обращали внимание не просто на организацию, но на отдельную душу, потому что так поступает Бог. Я хочу сделать такой вывод. Что из этого мы можем взять для себя сегодня? Ну, Иисус силен исцелять. Я хочу сказать самое главное, ты дорог для Иисуса. Он имеет для тебя время. Он имеет для тебя время, которое тебе нужно. И Иисус силен исцелять. И Иисус замечает людей, обращает на них внимание, несмотря на занятость и важность своего главного служения. Это говорит мне о том, что когда я прихожу к Иисусу со своими малыми нуждами, Он слышит меня. А нужды мои, даже самые серьезные, если сравнить со всем миром, то это ничтожно малая часть, правда? Даже если это мои жизни, или еще, если сравнить с какими-то глобальными нуждами, но Иисус мои нужды замечает, Он слышит, Он понимает, Он находит время, Он отвечает на мои нужды, на мои трудности. Есть один очень интересный такой мюзикл, который когда-то сделали здесь, еще, наверное, по-моему, еще в 1975 году, или даже еще раньше сделали, здесь в Америке. Ну, это такое светское музыкальное произведение, оно основано на произведениях Шолома Алейхема, одного, он когда-то был евреем, живущим в Одессе, и он писал книги, и вот на одной из таких произведений был поставлен этот мюзикл, называется «Скрипач на крыше», «Фиддлер на руф». И там есть один такой вот случай, мне просто понравился этот, вот этот пожилой еврей, у которого, ну, лет 50 этому человеку, и вот он идет, и он озабочен нуждами своих детей, у него пять дочерей, он устраивает одну за другой, и выдает их замуж, и вот много всяких нужд, и вот он, ну, интересно послушать его разговоры с Богом, как они передаются, если у вас есть возможность, то попробуйте посмотреть это. И вот он, его дочь вышла замуж за бедного портного, этот портной бедный, он до сих пор шил все вручную, но вот он мечтал приобрести швейную машинку, швейную машинку тогда, это было дореволюционное время, еще где-то Украина вокруг, недалеко от Киева, и вот он обращается к Богу и говорит, «Господи, я знаю, что Ты сейчас очень сильно занят, войны вокруг, революции, ураганы, очень много таких глобальных происшествий, очень много всего такого происходит, но я прошу Тебя, не могли бы Ты из Твоего занятого расписания взять три секунды и посмотреть на моего зятя, ему нужна швейная машинка, помоги ему, я понимаю, что Ты очень занят, и Тебе не до меня, и много есть других людей, ну вот помоги ему, вот три секунды, я многого не прошу, я не прошу о себе, ему помоги». Знаете, вот когда слушаешь, я просто вспоминаю, знаете, что для Иисуса каждая отдельная душа это не мелочь, у Него есть для нас время, у Него есть для нас сострадание, у Него есть для нас любовь, у Него есть для нас милосердие. Я хочу, чтобы сегодня мы помолились, я хочу, чтобы мы сделали, может быть, это немножко по-особенному, мы пару раз так делали, у нас очень много есть нужд молитвенных, я сейчас перечислю, я знаю, что вы все не запомните, и поэтому я хочу попросить, чтобы каждый человек отдельно помолился за конкретную нужду, это вы сможете запомнить. Я хотел бы спросить, вот у нас дети сидят вот там, там, дети, кто захочет помолиться о своих бабушках и дедушках? Один человек нужен. Даник, помолишься? За бабушек и дедушек. Хорошо. Бабушки и дедушки, кто захочет помолиться о внуках? Хорошо. Родители, кто, кто-то один, кто захочет помолиться о молодежи нашей? Хорошо, помолитесь о молодежи. У нас есть много больных, я перечислю всего лишь нескольких, тех, кто, может быть, проходит через какие-то трудности, брату Михаилу Юрик, сделали сегодня операцию, он еще проходит через обследование, тесты и так далее, и поэтому кто помолится за него? Сейчас придется назначать. Хорошо. Вы тогда помолитесь. Я хочу попросить тоже помолиться за сестру Дарью Ткачину, тоже проходит через обследование. Кто помолится за нее? Пожалуйста. За сестру Марию Галичанскую, кто помолится? Тоже проходит через болезнь. Всех остальных больных, у нас много их еще есть. Кто помолится за других больных? Пожалуйста. Спасибо. Я хочу еще одну нужду сказать. На этих днях в России принимается очень серьезный закон. 24 июня он прошел через парламент, и сейчас он в процессе подписания у президента, пока президент его еще не подписал. Этот закон ограничивает очень сильно миссионерскую деятельность. То есть миссионерам невозможно будет никакого труда в России делать, скажем так. Кроме того, это очень серьезный закон, который, ну знаете, примерно как некоторые вещи, которые были еще во времена Сталина, возвращаются с этим законом. То есть очень серьезное ограничение. Очень много общественности против выступает. В газетах пишут, немножко как бы, ну, люди выступают, и даже некоторые ученые, правоведы говорят, что не надо, это неправильный закон, нехороший закон, потому что очень много недоработок и неправильных вещей, но это потенциально очень много будет репрессий, будет сажать людей даже за какие-то высказывания на улице, или, может быть, даже за то, что нигде просто такого сейчас не происходит. Поэтому нам нужно молиться за Россию. Пока этот закон еще не приняли, кто помолится об этом состоянии? Спасибо. Я хочу также, чтобы мы помолились о нашей церкви, и хочу попросить, вот я просто перечислю некоторые нужды, о стройке, кто помолится? Хорошо, спасибо. У нас скоро будет крещение, я хотел бы просить, чтобы молиться и о служениях, которые будут на крещении, о тех, кто будет принимать крещение, кто помолится? Осенью мы хотим сделать конференцию по евангелизму в нашей церкви для молодежи, чтобы нашу молодежь тоже зажечь тем, чтобы они заинтересовались евангелизацией, чтобы не просто зажечь их, но и показать, как это можно делать. И мы хотим вместе с этим сделать тоже евангелизацию, такую уличную евангелизацию в Даунтауне, в Миннеаполисе и некоторые другие проекты. Это будет на праздник жатвы, начиная с пятницы до воскресенья. Мы хотим это сделать тогда. Кто помолится об этом? Спасибо. Я хочу также попросить, чтобы кто-то помолился о миссионерских поездках и о миссионерах, которые у нас есть. У нас есть и миссионеры, которые более долго находятся на миссионерском служении. Есть те, кто выезжает. Скоро у нас опять команда выезжает в Молдову. Еще одна команда будет выезжать в Россию. Есть миссионеров несколько, которые в Украине находятся. Кто помолится о миссионерах? Спасибо. И еще я как-то об этом говорил, и об этом не забыто. Мы говорим об этом, будем продолжать говорить. Вы помните, я просил о том, что у нас есть желание организовать миссионерскую школу при церкви, и мы хотели бы, чтобы где-то в 2018 году мы смогли бы начать. Хотим, чтобы это было после окончания строительства. Поэтому так вот примерно хотим думать о 2018 году. Но я хотел бы попросить, чтобы молиться об этом, чтобы вы молились не только сегодня, но и в последующие дни, чтобы Господь благословил весь этот процесс, чтобы это не было просто каким-то проектом, но чтобы это было действительно для кого-то изменением жизни, чтобы это было полезно, чтобы люди хотели действительно говорить об Иисусе Христе. Кто помолится об этой миссионерской школе? Таня, спасибо. Хорошо. Вы помните то, о чем вы согласились молиться. Я бы хотел, братья и сестры, те, кто будет молиться, коротко, по существу, просто принесите эти нужды перед Господом. Мы говорили о том, что Иисус обращает внимание даже на малые нужды. И Иисус, несмотря на то, что Он занят, может быть, большими делами, большими проектами, Иисус направляется к Голгофе, Он обращает внимание на больных, которые встретились Ему по пути, по дороге. Иисус не прошел мимо тех больных в Иудее. Он исцелил всех их. Иисус может сделать чудо, и сегодня Он может сделать это чудо для тебя. И Иисус обращает внимание на наши молитвы. Давайте помолимся Ему. Пожалуйста. Спасибо. Аминь. Господи благослови и просим тебя. Пожалуйста. Аминь. Пожалуйста. Heaven. Пожалуйста. Продолжение следует... 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 Мы читаем в Библии, что Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Поэтому мы исповедуем имя Христа, имя нашего Господа, который может помочь каждому, кто имеет хоть большую или маленькую проблему. Давайте споем пение 50-й номер. Иисус, души Спаситель, дай пролинуть твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Давайте споем это пение. Иисус, души Спаситель, дай пролинуть твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Я тебе лишь доверяюсь, я тебе лишь отдаюсь. Вечно зреть тебя желаю, быть твоим, мой Иисус. Благодать и примирение, лишь тебе, Спаситель мой. Лишь к тебе, мое стремление, оприми меня, я трой. Нет прибежища и того, для меня лишь только ты. Не оставь меня больного, Средь житейской суеты. Ох, храни средь бури жизни, До конца свершая путь. Чтоб я мог достичь отчизны, И в ней вольно отдохнуть. Ты источник вечной жизни, Жажду можешь удалить. И ручок святой отчизны, Мое сердце может жить. Господь наш, мы благодарим тебя, что ты говорил нам свое слово о том, что ты не безразличен к нуждам каждого из нас. И может быть, для каждого, кто смотрит на чужую нужду, она такая маленькая, ничтожная, но у каждого из нас своя проблема, и она очень неудобная. И мы просим тебя, чтобы ты презрел на каждую нужду, на каждую проблему у каждого брата и сестры. Так же, Господи, ты знаешь и страны, где есть проблемы, и Россия. Ты видишь, переживает проблемы. Ты знаешь и здесь, в Америке, сколько есть беззакония. Вразуми те, кто должен соблюдать законы и устанавливать правильные законы. И в других странах просим тебя, в порядочи все и сохранив в твоих руках. Пошли, милосты, для пробуждения еще многих тысяч и миллионов людей, что в это последнее время обратились к тебе. Благослови все наши церковные вопросы, предаем твои руки и верим, что у тебя есть сила помочь каждому из нас и в каждом вопросе. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого будет с нами вовеки. Аминь. С миром Божьим благослови все, Господь.